Жители городского округа Люберцы показали высокую явку на выборах президента Российской Федерации. Свою гражданскую позицию выразили более 67% избирателей. На протяжении всего дня в местах голосования работали наши съемочные группы. С каким настроением люберчане выбирали главу государства и какие надежды они возлагают на руководителя страны, смотрите в нашем следующем сюжете. Ровно 8.00 в городском округе Люберцы открылось 165 избирательных участков. Уже с первых минут голосования жители муниципалитета показали высокую активность и заинтересованность в выборах главы государства. Значение огромное для меня. Это спокойное старость и счастливое детство моих внуков и правнуков, моих детей. Мы голосуем за будущее страны, а соответственно будущее нас с вами. Поэтому каждый человек должен проявлять активную позицию, я считаю, в этом вопросе. Совершенно, абсолютно согласна с мужем. Одним из первых на свой избирательный участок прибыл глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Он дал высокую оценку работе участковой комиссии, а также отметил, что в процессе голосования активно участвует молодежь. Высшим должностным лицом в государстве российском есть президент, президентская власть. Мы сегодня избираем президента. Люди понимают всю ответственность. От этого здесь перспектива как страны, так и каждого в отдельности. В этот день голосовали многие представители власти. Наряду с люберчанами свою гражданскую позицию выразили депутат Государственной Думы Лидия Антонова, а также народные избранники Подмосковья Дмитрий Дениско и Игорь Каханный. Также среди избирателей можно было встретить местных депутатов. Традиционно не остались в стороне общественные деятели и известные жители округа. Меня вот папа еще маленьким мальчиком водил на выборы еще в советское время. И для меня это всегда было праздником. И осталось до сих пор вот это чувство важности события. Как всегда за работой избирательных комиссий следили наблюдатели. Но на этот раз ими могли стать не только партийные лица, но и представители общественной палаты. Вообще эти выборы отличились рядом новшеств. Впервые за всю историю современной России избиратели могли проголосовать по месту пребывания без открепительных талонов. Процедура голосования проходит очень хорошо, потому что народ идет выбирать президента. Активно очень идет. Надеемся, что и дальше так же будет продолжаться, что явка не снизится. Замечательный день, хорошая погода, люди идут с удовольствием. Люди приходят с хорошим настроением, приходят с целыми семьями, с детьми. Это радует, приятно. Историческим этот день стал и для телеканала ЛРТ. Впервые ход президентских выборов транслировался в прямом эфире. Наша корреспондентка Мария Лапачева прямо сейчас находится в территориальной избирательной комиссии округа. Мария, передаю вам слово, что у вас там происходит. Наталья, здравствуйте. Да, действительно, мы по-прежнему находимся в администрации, продолжаем следить за самыми актуальными событиями. 18 марта в эфир телеканала ЛРТ вышло 8 спецвыпусков. День, когда решается судьба страны. День, который войдет в историю. Все избирательные участки начали свою работу ровно с 8 утра. Сразу три избирательных участка расположились в гуманитарно-социальном институте в Красково. Как мы видим, здесь установлены кабины для тайного голосования, прозрачные урны для бюллетеней, а также стенды с информацией о кандидатах на пост главы государства. Все избирательные участки закрылись ровно в 20.00. К этому же времени завершился обход жителей, которые голосуют на дому. Всего участие в выборах приняли порядка 154 тысяч жителей городского округа Люберцы. После общего подсчета бюллетеней стало известно, что подавляющее большинство голосов было отдано в пользу действующего президента России Владимира Путина. Луиза Игязырян и вся команда телеканала ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин